Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я рада вас видеть в своем новом видео, следуя своему списку дел вместе со мной. В свой день я приучила себя начинать с большого стакана обычной воды, прислушалась к вам, убрала оттуда лимон, начиная просто с большого стакана воды, выхожу на улицу и наслаждаюсь природой, хорошей погодой. Потом возвращаюсь домой и готовлю себе завтрак. Не всегда я это делаю, прям вы знаете, с утра, рано, как только встаю. Чаще всего я завтракаю ближе к тому времени, как просыпается муж или просыпаются дети. Сегодня на завтрак у меня овсяная каша, видели как я ее готовлю, не на 100% молоке, большую часть я развожу водой и с ягодами. Добавляю еще одну чайную ложку сахара, мне нравится такой завтрак. Овсянку я готовлю, которая долгого приготовления, которую нужно варить, ну где-то приблизительно 20 минут. И сегодня я еще решила посмотреть, какой же объем у меня порции, сколько грамм я съедаю. Кому интересно, у меня овсянка на 150 грамм и где-то 50 грамм у меня малины. Вот такой вот завтрак у меня получился и сейчас я готовлю завтрак уже для Леши. Я ему приготовила омлет с моцареллой, с домашней колбаской и нарезаю помидоры черри. Еще все завернула в тортирию, очень вкусно получается. Вкусно? Ммм? Омлет с куластью. Ммм. Сверху. Солоса был положить. Нормально? Нормально. Что-то дождь, еда поедет. Дождь? Так я вчера говорила, что... Ну вот поэтому... Али это прошло. Нет, дождь. Абсолютно прошло лет. Удивишь, как уже сегодня завернуло свежо. У меня ушло от духа тут. Мы вместе позавтракали, потому что детки еще спят и дальше я начинаю заниматься спортом. Вообще мне показалась хорошей идеей, может быть даже вести такую рубрику, иногда снимать подобного плана видео, в которых будет все-все-все. В принципе, чем я занимаюсь в течение дня и называть его, как успеть все, следуем своему списку дел вместе со мной. Мне кажется, это интересно смотреть, потому что здесь и как влог, и мотивация, в общем, все-все-все то, что вы любите. Обязательно дайте мне знать, вообще понравилось вам данное видео или нет. Ах ты у меня тут проснулся такой хороший. Да. Кто такой хороший? Да. Будем умываться. Да. Время на, кстати говоря, 9.15. Вот так они у меня спят. Да? Да. Ну, проснулись дети. И я как раз закончила заниматься спортом. И сейчас буду умываться. при помощи вот такой вот масочки наношу ее. Это у меня такое очищение будет перед принятием душа. Моя бьюти процедура. Это один пункт из списка дел на сегодня. Вот, кстати, горе завтрак мы уже приготовили спортом, позанимались. Вот. И сейчас время уходить за собой, время на то, чтобы уделить себе внимание. А дальше я использую сухую щетку, делаю ей массаж. Если вас интересует методика, как вообще ей пользоваться, то в интернете просто огромнейшее количество, просто даже картина, как правильно вот ей растираться. Мне нравится, как она отшелучивает кожу, как вообще, какая кожа бархатной становится после ее использования. Ну что, я уже нанесла маску, поскрабила тело. И мой уход за телом будет дальше такой. Это гель для душа и просто обычное кокосовое масло. Нанесу после душа на тело. Не буду использовать никакие скрабы, потому что вот такая щетка. Ой, ну что такая щетка? Это отличная штучка, которая все хорошо отшелушивает. В общем, и кожу подтягивает. Как видите, девчонки у меня встали все. Алиса сейчас тоже зубки почистит. И я пойду уже для них готовить завтрак. У деток у меня сегодня на завтрак будут сырники. На пачку творога я всегда беру одно яйцо, полторы столовые ложки сахара. И где-то в зависимости от того, какая консистенция, у меня получается 1-2 столовые ложки муки. Формирую их и вот такие вот они получаются вкусненькие. Дети накормлены и сейчас я быстренько занимаюсь стиркой. В стирку у меня всегда входит и быстро погладить что-то, и сложить, разложить по местам, ну и собственно говоря, загрузить саму стиральную машину. Часто меня спрашиваете про завтраки, вообще про питание для детей. У меня там все на самом деле очень просто. У нас есть овсяная каша, гречневая каша есть, каша дружба, это вот смесь риса и пшена я запекаю в духовке. У нас есть оладушки, у нас есть блинчики, у нас есть сырники, у нас есть творожная запеканка, у нас есть просто творожок или йогурт и есть молочная лапша. И все, вот это тот набор завтраков, которые я просто чередую. А да, еще у нас есть омлет, вот я просто чередую, могу приготовить им яичницу с перепелиных яиц, там с хлебушком. Это все я чередую, все, то есть такой набор завтраков, просто один раз расписываешь его и собственно говоря пошел. Конечно, иногда дети там просят, я не хочу это, хочу сегодня там, например, оладушки, да, как вот у меня недавно было. Если у меня есть возможность, например, сходить в магазин быстренько, там купить кефир, если да нет ингредиентов, я это делаю. Если нет возможности, то, как я поговорю, ну в следующий раз и то, что у меня запланировано, в общем, то и готовлю. Погода наладилась, а то с утра было пасмурно, так свежо, и у нас сейчас с девчонками будут занятия. Я уже вынесла все такое творчество на улице, вот мне прям самой нравится, если честно, сидишь на улице и детки при деле. В общем, показываю вам быстренько, какие у нас пособия. Уроки вырезания, уроки аппликации, еще одна такая книжечка, это чтобы у каждой было, очень нам понравилось. Мы сначала начали вот эту вот, а не вдвоем осваивать. Быстренько тут у нас листочки уходили, я заказала еще одну. Дальше вот такую книжечку готовимся к школе, учимся клеить. В данный момент мы занимаемся творчеством, и чуть-чуть попозже будем уже заниматься именно какими-то предметами. Вот сейчас они хотят гулять, не очень усидчивые, поэтому чтобы как-то их все равно занять на улице, мы вот вырезаем, рисуем, разукрашиваем, клеим наклейки. Еще чем мне нравится улица, тем, что вообще там пластилин, знаете, краски, тем, что тут если что-то испачкало, очень легко все это отмыть, протереть. Ну и детям особенно нравится заниматься на улице, каким-то творчеством что-то вырезать. А я в это время, занимаясь своей работой, еще какую-то информацию в телефоне, отвечая на письма. В общем, мы совмещаем все. Они вроде бы как бы и со мной находятся, я им помогаю, мы с ними разговариваем, и в то же время одним глазом я работаю, проверяю почту, отвечаю, в общем, совмещаем приятную с полезным. И это в принципе во всем. Если ты хочешь работать из дома и не хочешь, чтобы как-то страдали от этого дети, будет приходиться все таким образом совмещать. Давайте сейчас отвечу на один из самых популярных вопросов под моими видео. Если честно, когда я его получила первый раз про бабушку, у меня просто вот такие глаза сделались. Я не понимала, как можно просто до этого додуматься, чтобы такое спросить. Но когда этот вопрос появляется просто под каждым видео, я подумала, ну может быть, действительно просто люди не понимают. Надеюсь, что вы не как-то меня там хотели, знаете, этим задеть. Поэтому я решила вам ответить. Итак, какого плана вопросы? Я думаю, что многие из вас их видели в комментариях. Во-первых, как же так мы не кормим бабушку и не сажаем за свой стол? Как же так, Катя, ты стираешь свое постельное белье, меняешь свое постельное белье? А как же бабушка и так далее? И вообще, откуда бабушка? Во-первых, когда началась вся вот эта вот ситуация с карантином, что нельзя никуда было выходить, естественно, бабушка переехала к нам, потому что, во-первых, это пожилой человек, и ей безопаснее находиться за городом, да, а не в квартире. Во-вторых, за городом гораздо, наверное, приятнее и комфортнее, потому что ты в любом случае можешь выйти, прогуляться и так далее, ну и безопаснее. Конечно же, поэтому бабушка, когда это? В конце, наверное, марта, да, переехала к нам. Она живет на первом этаже. В рум-туре я вам показывала эту комнату, вот она живет там. И бабушка, естественно, у нас не гость, то есть она полноценный член семьи, и поэтому, девочки, у нее свой распорядок. Вы представляете, взрослый человек, у которого свой уклад в жизни, и у нас как-то, знаете, не принято, что, например, мы должны подстроиться друг под друга. То есть, например, бабушка может встать у меня и в 5 утра, а может встать и в 10 утра, потому что у нее там была бессонница, и она уснула там под утро. Ну и, соответственно, она кушает и завтракает, обедает и так далее, ужинает, когда ей комфортно. И той едой, которую она привыкла есть, понимаете. Я просто даже вот, если честно, когда я получила первый раз такой комментарий, я не понимала искренне, как до такого вопроса можно было додуматься, и как вообще можно подумать, что бабушку можно не кормить и не сажать с собой за стол. Просто то же самое, там, я не знаю, стирки. Она хоть человек в возрасте, но она сама себя может вполне обслуживать, и поэтому она сама убирается в своей комнате. Она сама меняет себе постельное белье, стирает свою одежду и так далее. То есть, как бы, она может абсолютно спокойно прийти на кухню, готовить и заниматься всем тем, что она хочет, понимаете. То есть, нет такого, что вот я решаю, да, кто что кушает, я решаю, когда она кушает и так далее. Ну, надеюсь, вы поняли меня, и мы эту тему закрываем, и вот эти бесконечные вопросы в комментариях про бабушку, про то, что мы не сажаем ее за стол и не кормим, они закончатся. Спасибо, это мне Лизонька принесла такую красоту. Видите, она уже себе какое жерелье вырезала. Это вот все из этих пособий. А мы уже поразукращивали все, и сейчас пришли на эту часть. Девчонки здесь варят кашу в ванной. Песок, конечно, растаскивается вот на эту плитку, но все легко смывается шлангом. Это резиновая плитка, многие спрашивали. Вот и сегодня с утра так немножко прибрались у них в домики. Девчонки все разложили. Вот сейчас все здесь аккуратненько стало. Вот сейчас, знаете, когда очень жарко у нас, естественно, они в домике проводят мало времени, потому что там душно, вообще на улице душно, и мы больше проводим время на террасе. Но в такую вот погоду, знаете, пасмурную, когда свежо на улице, они вот с удовольствием здесь играют. И у нас здесь в первой половине дня вообще всегда тенек, но вот последние, не знаю, пару недель стоит такая жара, что ты с утра выходишь, и просто вот, может быть, эта влажность повышенная, прям вот вздохнуть нечем, нету глотка свежего воздуха. Первая половина дня до обеда, это, конечно же, прогулки. Это то время, когда я провожу вот на 100% с детьми, если есть какая-то возможность, там уделяю немного работе. И сейчас я готовлю обед. У меня на обед будет салат. Вы знаете, да, что я люблю салаты, и в салатах больше всего на свете я люблю зелень, поэтому не удивляйтесь, что у меня ее так много. Вот для меня просто порезать помидор, огурец, там, перец, это невкусно. Для меня вкусно, когда там много-много травы всякой разной. Салаты делаю всегда разные. Могу добавлять и фету, могу добавлять туда брынзу, могу добавлять сыр строчетелла, и каждый раз это будет новый вкус. Салаты я делаю всегда заправкой с растительным маслом. Могу туда добавить тунец, отварную индейку-курочку, могу туда добавить фасоль, например, белую такую, на пару приготовленную или консервированную. Разные вкусы, но в любом случае получается это просто бесподобно. Я наедаюсь таким салатом, особенно если туда добавлять белок. У детей, конечно же, на обед не салат, а супчик. Дети у меня в 99% всегда обедают супом. Иногда бывает такое, что они поедят второй, но чаще всего для них обед это суп. Они, в общем, играли, и Лиза нарядила Софию в малышку. Видите, носки надела, как будто у нее ручки такими рукавичками. Как будто у нее такие на ручках рукавички. Сейчас я у нее все это сниму, и будут уже спокойненько кушать, спокойненько обедать. Я еще хотела очень с вами поговорить на тему планирования, списков и так далее, потому что некоторые из вас пишут, что мне это не нужно, как бы зачем, я и так все прекрасно справляюсь. А на тему того, что зачем готовить так много, если можно это сделать на каждый день, ну, в смысле, на ежедневной основе можно что-то приготовить, свеженькое покушать. Девчата, я хочу, чтобы вы воспринимали ту информацию, которую я вам даю в видео, вообще, да, то, что я для вас снимаю, чтобы вы это воспринимали не так, я вот сказала, и вы так же сделали, да. Я вам, скажем так, даю мотивацию и пищу для размышлений. Например, если вам комфортно жить без какого-то графика, без какого-то распорядка, да просто да ради бога, значит, оно вам не нужно. Потому что мне кажется, что люди приходят к какому-то тайм-менеджменту, планированию, потому что у них появляется в этом потребность. Если у вас такой потребности нет, прекрасно, оно вам и не нужно. И вам не нужно внедрять это, потому что, вот, например, мне так удобно, и я вам так сказала. А теперь по поводу рецептов, заготовки и так далее. Я уже говорила в видео, но хочу повториться, потому что, насколько я понимаю, не все меня слышат, и не все понимают, что я говорю. Итак, что касается готовки. В своей воскресной рубрике я отдаю вам мотивацию, скажем так, на неделю вперед. И я вам, например, даю снимать какие-то рецепты, да. Это не значит, что вы так же встали, там, в субботу или в воскресенье, приготовили это все. Вы выбирайте под себя. Если у вас есть возможность готовить каждый день, да ради бога, вот вы взяли этот рецепт один и приготовили. Если у вас нет такой возможности, вы готовите на 2-3 дня, вы там взяли 2 рецепта, грубо говоря, да. А если у вас вообще там, ну, не знаю, какая-то такая ситуация, или вы не любите готовить, и вам нормально приготовить раз в неделю, да ради бога, вот берите, я отсняла все для вас и готовьте. И в комментариях я вас очень попрошу, девочки, давайте уважать друг друга, да. И не будет такого, как я вот иногда читаю, что я-то вот готовлю каждый день, вот я, мол, молодец, и как вот не представляю, можно есть 2-х дневную, 3-х дневную и так далее, там, пищу. Девчонки, давайте, пожалуйста, будем уважать друг друга. У каждой из нас разные жизненные ситуации, разные обстоятельства. И вот мне кажется, просто последнее дело судить человека по тому, как часто и что он готовит. Поэтому давайте будем уважать друг друга. Мне кажется, так, во-первых, гораздо приятнее сосуществовать, и приятнее, например, там, читать комментарии, когда вот вы не цепляете друг друга, по крайней мере мне. Мне вот, если честно, очень неприятно, когда вы начинаете как-то там с друг с другом выяснять отношения, говорить, ты молодец, или там, и говорить, я вот молодец, я делаю так, а кто делает не так, ну, типа, что это за хозяйка такая? Поэтому, девочки, если ваш адрес что-то такое пишет, не обращайте внимания, для своей семьи, для своих детей, для своего мужа, родителя, вы все равно самая лучшая хозяйка, никого не слушайте, и, в общем-то, живите так, как вам удобно. И вот еще хочу на что обратить внимание. Я получаю очень часто вопросы и в комментариях, и в директах, и в инстаграме. Вот вы знаете, вот так говорят модно, удобно, так лучше, да? Вот как вы считаете, следует этому, следует этого придерживаться? Нужно ли этому следовать? Девчонки, вот, кто бы вам что ни говорил, живите так, как удобно вам и комфортно вам в первую очередь. И не важно, что Катя там вам сказала, или вы где-то прочитали, что нужно убирать моющее средство с раковины, там, с губкой. Да, молодец. Хорошо, вы одели. Живите так, как вам комфортно, потому что вы же проживаете свою жизнь, и всегда думайте, как бы головой, не принимайте, кто бы вам что говорил, за какое-то руководство к действию. Вообще, любое видео, это прежде всего пища вам для размышлений, скажем так. Что-то вы принимаете, что-то вы наоборот не принимаете, и это абсолютно нормально, и так и должно быть. Сейчас хочу с вами поделиться своими последними приобретениями. Посылочка мне пришла с Ларри Дуд, и то, что я купила в Заре Хом. Сейчас вам все покажу, расскажу. С Ларри Дуд мне пришло вот таких вот три полотенца. Взяла их для рук. Сейчас вам покажу поближе, как они вообще интересно выполнены. Здесь вот такая вот бахрома. Это я взяла на первый этаж в санузел. Три полотенца как раз вот менять их очень удобно. Там руки мы моем часто, поэтому полотенца прям меняют. Нужно где-то, наверное, раз в два дня, и как раз мне на неделю. Плюс взяла попробовать. Никогда не брала там полотенца. Вот. Будем тестировать. Поделюсь вам, как они мне в эксплуатации. Но по ощущениям очень приятные. И мне понравился, скажем так, вот этот узор. Вот такие полотенца. Дальше мне пришло два пледа. Вы знаете, какой я большой любитель текстиля разного. Вот такой плед нежно-розового цвета, воздушный. Сейчас у меня эти пледики находятся на улице. Вот. Ну, а когда уже такая погодность портится, террасу мы использовать не будем, они переедут у меня в спальню. Я хочу на осень вот такую цветовую гамму, такую цветовую палитру использовать в спальне. И вот такой вот плед. У него крупная вязка. Очень мягкий, нежный, не колючий, приятный. Ссылочки на всю продукцию, как обычно, оставлю в описании под видео. И еще один набор, который мне пришел, это набор из стекла. Это также в санузел на первый этаж. Вот такой вот дозатор для мыла. Просто необыкновенно красивый. Далее вот такой вот стаканчик. Там у нас нету зубных щеток. Я хочу туда какой-нибудь букетик вставить. Декор на раковину. И под обычное мыло такое кусковое. Набор просто потрясающий. На сайте, знаете, я еще сомневалась, думала, как он будет выглядеть. Но вот когда он пришел, реально прям супер-супер качество. Изумительный. И, как видите, у меня такая будет сероватая цветовая гамма. Вот как раз полотенце, набор для ванны. И мне осталось купить туда только коврик. И на следующей неделе буду уже для вас снимать видео с расстановкой, в общем, с обновлением интерьера. Давайте сейчас плавно перемещаемся уже к покупкам из Зары. Начну я с детских покупок. Во-первых, хочу выстроить их санузел. Купила вот такой вот стаканчик под зубные щетки. Дозатор под жидкое мыло. И для ванны мне еще нужно будет купить шторку для души и коврик какой-нибудь симпатичный. Тоже, в общем, будет это вот все в выпуске с переделкой и с благоустройством, скажем так. Далее это вот такие вот чехлы декоративные на подушку. Естественно, одинаковые. Вот такие здесь утята. Это будет маленькая такая подушечка. И фоном мне ее нужно купить в Икеа. Я хочу купить большую подушку вот такого горчичного цвета. Просто она там стоит гораздо бюджетнее, чем в Икеа. В общем, будет подушечка 50 на 50. И вот такие вот декоративные красивые наволочки. И купила им также покрывала на кровати. Я думаю, вы видите, какой принт. Такие простенькие. Но хорошо будут сочетаться и с подушечками, и с кроваткой. В общем, мне понравилось. И сейчас вам покажу еще. Взяла им новое полотенце для рук. Вот такие здесь курочки. Мне вообще очень нравятся полотенцы с арахом. Но вот все, что вы видите, я это все покупаю на распродажах. Как вот, например, сейчас, зимой, или когда у них там скидки 20%. Уж если мне что-то очень сильно понравится, я могу купить за полную стоимость. Но так, конечно, гораздо выгоднее всегда покупать на распродажах. Много разных там было принтов. Но мне вот этот понравился. Так что пойдет им в ванную комнату. Ну и последнее, что вам покажу из покупок из Zara Home. Это покупки для гостиной. Также текстиль. Вот помните, когда мы с вами гуляли по Zara, мне очень понравились потом, когда я пересматривала видео, вот эти два пледика. И все. Я их купила, поехала на следующий день. И взяла, потому что поняла, что они идеально будут вписываться вообще в интерьер гостиной. Здесь сейчас такие очень теплые оттенки. Да, видите? Мне кажется, вот это вот все прям идеально будет. Плюс новые постеры. Тоже в такой цветовой гамме, которые повесим над диваном. И сейчас покажу, какие к ним я взяла наволочки. Во-первых, вот такую взяла наволочку. Такая плотненькая, хорошая, красивая. По цвету все это сочетается. Затем взяла вот такую вот сейчас на теплое время года. Разбавить вот такими цветочками. Вот такую наволочку. Так, давайте вам покажу вот такие наволочки декоративные. Я взяла спальню. Вы знаете, у нас такие есть две розовые подушки. И вот хочу заменить розовые подушки вот на такие белые. И нелегкие, кружевные. Смотрела еще новое какое-то покрывало свежее, но мне что-то ничего не понравилось, ничего не приглянулось. То, что понравилось, там стоило вообще каких-то сумасшедших денег. Дальше вам покажу две декоративные наволочки еще на диван. Вот сейчас стою, цвет передается правильно. Вот приближаясь, видите, как он вообще выцветает. Просто хотела вам показать фурнитуру. Видите, такая необычная подушка. Она идет на молнии. Но у нее какой-то материал, который очень-очень мнется и плохо разглаживается. Вот смотрите, я паровым отюгом по ней проходилась. И складки все остались. Видимо, ее не нужно смочить, чтобы все хорошо отошло. Но напоминает вообще вот этот материал, знаете, вот брезент. Вот такая брезентовая подушка. Так, вот такая. Ну, понятно, вот сейчас был правильный цвет. Как-то я не знаю, цвет искажает. Все такая вот горчичного цвета. Тоже, например, такая плотная, хорошая. Понравилась мне. И хорошо вообще все-все-все они сочетаются вот с этими предами. Так что, видите, сколько обновочек для дивана. Девчонки, консоль, к сожалению, не покажу, потому что она запечатана. Но вот эта зона между санузлом нашим, здесь выход на улицу, как раз-таки спрашивайте, далеко ли у нас терраса находится. Вот мы прямо выходим здесь из второго входа, и сразу же терраса находится. У нас вот здесь есть такая пустая стена. Вот здесь лестница идет. В общем, пустая стена, и я хочу здесь поставить консоль с лампами, как-то тоже все это красиво оформить. В общем, вот здесь она будет стоять. И сверху расположить рамы с фотографиями. В Икея продаются, знаете, размер у них такой, типа, 30 на 30. В общем, сделать вот один, два, три. Три рамы в ряду и две высоту. В общем, такую галерею здесь сделать с консолью, мне кажется, должно получиться здорово. Ну и что, давайте немножко мотивации такой на уборку. Я пришла готовить ужин. У меня в обед убежала кастрюлька, поэтому сейчас, конечно же, прежде чем начать готовить, нужно все отмыть, все очистить. И, конечно, согласитесь, очень приятно вообще готовить на чистой кухне. В моем списке дел сегодня было также ежедневные дела, там убраться в ванной, по дому что-то поделать. Но видео получилось и так просто огромным, поэтому мотивация такая полноценная на уборку. У нас будет с вами уже в воскресенье, как обычно. Ну, а я начинаю заниматься приготовлением ужина. Решила я сегодня сделать такой простенький, быстрый ужин. у меня вообще Леша попросил приготовить драники, поэтому я решила сделать рубленые котлеты из курицы делаю. Пробовала готовить из индейки, вы знаете, получается суховато. Мне не очень понравились они, поэтому готовлю из куриной грудки, нарезаю ее вот на такие небольшие кубики. Также у меня сегодня будут картофельные драники и драники из кабачков, потому что кабачки прям вовсю пошли уже у нас. Нужно с ними что-то делать. Буду с вами дальше делиться рецептами из запеканок и супчик. У меня есть рецепт очень вкусный из кабачков. Ну, сегодня буду готовить драники. Наверное, многие из вас знают, как они готовятся. Вот у меня бабушка кушала, говорит, ой, как-то что за рецепт так вкусно получилось. Поэтому, может быть, кто-то не знает и для вас будет эта полезная информация. И решила я сегодня сделать котлетки еще с моцарелл. У меня был небольшой кусочек. Натираю на терку, не знаю, буквально, наверное, грамм 50 и добавляю к куриные грудки. Также я сюда добавляю одно яйцо, одну столовую ложку муки и одну столовую ложку сметаны. Чаще всего я добавляю, но у меня сейчас сметана очень густая, поэтому добавляю две. Соль, перец, приправу для курицы и сушеный чеснок. Видите, добавила вторую ложку сметаны, потому что прям очень густо было. И все, я обжариваю на небольшом кусочке топленого сливочного масла. Можно готовить просто на сухой сковороде. Я тоже так делаю. Вообще, детская порция у меня чаще всего идет самая посредняя, когда сковорода практически сухая. Я вот с одной стороны обжариваю, на сухой сковороде переворачиваю, добавляю водичку, закрываю крышкой и вот тушу для них минуток пять. Такие котлетки получаются. А сейчас я натираю на мелкой терке кабачок. Его необходимо после того, как натерли, хорошо отжать. Добавляю сюда соль, муку, яйцо и специи можете добавить. Я добавила черный перец. Нам нужно получить такую хорошую массу. Сушеный чеснок, кстати говоря, тоже добавила. Очень вкусно. И также все это обжариваю на топленом сливочном масле. Вот такие вот получаются оладушки. Очень вкусные. И занимаюсь уже приготовлением драник. То же самое. Натираю картофель, отжимаю его, хорошо добавляю. Туда сушеный чеснок, перец, черный, добавляю соль, муку и яйцо. Все это хорошо перемешиваю, формирую прямо на сковороде такие лепешечки и обжариваю. Мне нравится жарить такие драники на среднем огне, чтобы они успели и пропечься и в то же время не горели. Ужин, конечно, получился не самый правильный, но обалденно вкусный. Иногда себя можно таким побаловать. Мы все остались просто в восторге от ужина, а у деток на граньере были макароны. Естественно, им такую еду жареную я не даю. Ну и после такого вкусного ужина дети нас уговорили поехать погулять на набережную. Уж очень им понравилось. Попросили взять опять велосипеды и мы поехали на прогулку. Конечно, когда мы выезжаем с ними гулять на велосипедах, но они в частности едут на велосипедах, гуляют тут в основном дети, потому что мы с Лешей просто бежим за ними в припрыжку. Прямо они на велосипеды садятся и погнали. В общем, им такое раздолье, тут простор нравится очень. Музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Поддержите меня пальчиком вверх, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал, ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока! Продолжение следует...